Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. 25 апреля исполняется 5 лет национальному радио Чуваши. И сегодня у нас в гостях начальник продюсерского центра Олег Прокопьев. Олег Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Иванович, ну 5 лет не такая большая цифра, но все же это своеобразный юбилей. Ну что можно сказать о юбилее? Вы говорите, что это небольшой срок. Но для нас, для сотрудников наших, которые работают ежедневно, ежечасно делают передачу, с колес делают передачу, это, мне кажется, большой срок. Они выкладываются полную силу на работе. Наверное, исходя из этого, это настоящий большой юбилей и большой срок для нас. Ну, Олег Иванович, очень многое зависит от личности руководителя. Я знаю, что вы достаточно строгий руководитель и заставляете каждого действительно выкладываться. И, наверное, вот ваше отношение, самопожертвование в какой-то мере результат того, что сейчас есть. Ну, как говорят вообще мудрые люди, дисциплина – это половина успеха компании. Без дисциплины ничто не бывает. И, конечно, только на дисциплине жиждется сегодня национальное радио. И когда мы заступили, я заступил на работу как начальником продюсерского центра, именно надо было начать с этого. Я сказал, я буду приходить в 5 часов утра, не дай бог, кто будет опаздывать. Это относился, мои слова относились к звукорежиссерам. Бывали случаи, когда и действительно опаздывали на 15 минут, и на час опаздывали. Бывали случаи, когда редакторы, журналисты опаздывали на передачу, что их грех оттаить. Было и такое. Но вот мы добились сегодня дисциплины у нас на высоком уровне. Каждый знает, что делает, каждый знает, как делать передачу. И, мне кажется, половина успеха на этом у нас и держится. Олег Иванович, Вы, насколько я понимаю, с самого первого дня основания национального радио работаете. Какие программы были 5 лет назад? Какие сейчас дошли до этой даты? Может быть, что-то изменилось со временем? Новые направления, может быть, новые требования появились какие-то? Самая главная составляющая национального радио, наверное, это сегодня первая составляющая. Это мобильность, оперативность прежде всего. Мы, конечно, очень изменили все-таки вещание, сильно изменили в сторону такого, позитивную сторону. Во-первых, мы выходим каждую часть новостями, оперативно выходим. Сегодня по оперативности национальное радио из всех СМИ, республики, находится на первом месте. Мы новости даем с колес. То есть наш корреспондент работает где-то там в районе, где-то там в каком-нибудь городе происходит то или иное событие. Мы связываемся с нашим корреспондентом, а наш корреспондент в прямом эфире рассказывает о тех или иных событиях. То есть такое вот онлайн-мобильное вещание прежде всего. И во-вторых, прямые эфиры. Сегодня радио, современное радио без прямых эфиров, без обратной связи не радио. Если в записи выходят, наверное, завтра же надо такую радио закрывать. То есть это не радио. Надо сделать радио таким, чтобы у радиослужителей была возможность задавать вопросы, общаться не только с корреспондентами, нашими ведущими, но и гостями тех или иных передач. Например, с чиновниками, с экспертами по тем или иным темам. Получается в прямом эфире. Половина передач у нас выходит в прямом эфире. Очень много звонков получаем. И из-за этого нас и любят, из-за этого и слушают. Что мы даем возможность общаться радиослушателям. Ну я знаю, что у вас есть тематические программы по направлению, вот и по сельскому хозяйству, детская программа есть. Что сейчас нового вы придумали для радиослушателей? Чем привлекательна радио наше? За последние годы не было такого вообще средства массовой информации. То есть газеты, Чувашское телевидение, Чувашское радио, которые выходили по два часа за сутки, они не удовлетворяли потребность наших зрителей, наших радиослушателей, читателей. Да, в новостях и культуре в местной. Да, да. Но это такой плац, как поэзия, культура, история, она упускалась. То есть мы, вот этот плац, который не затрагивался ранее, мы сейчас в полной мере, в полной силе выдаем в эфире. Я знаю, что у вас есть такое новое направление, это радиопостановка. Да, да. Мы возродили, то есть чуть-чуть подзабытый жанр, радиоспектакль. Но если говорить о жанрах, то есть это следующая составляющая многожанровость, составляющая национального радио, это многожанровость. У нас в эфире присутствуют все жанры радиожурналистики. Начиная от простых-то, репортажей аналитических, информационных, репортажей мест событий, радионавел, радиорассказ, радиоповести, таких сложных жанров, как радиоспектакли и так далее. То есть дискуссионные полемические передачи, круглые столы на разные актуальные злободневные темы. Все они в эфире национального радио сегодня присутствуют. Следующая составляющая, это, наверное, национальный колорит. Это чувашский тембр, чувашские интонации, чувашская музыка, чувашская песня, чувашская речь, которая основывается на законе сингармонизма, где в речи, если в первом слуге мягкое согласие, то и во втором слуге, в последующих слугах, тоже мягкое согласие, которое умягчает тоже... Нет, мягкие гласные, которые свои отец умягчают, согласие умягчают. Вот этим и национальная речь чувашская и притягательная. Вообще, очень часто можно слышать мнение, что национальное радио такой проводник чистой чувашской речи, правильной чувашской речи. В свое время, по концепции, когда мы начали вещать, хотели таким образом сделать 65% вещаний должно быть на чувашском языке, то есть 35% на русском, остальные там проценты на марийском, на татарском, на языках народов, которые проживают у нас в республике. Мы хотели придерживаться этой концепции, но со временем опыт нам преподнес другой стороны наших вещаний, наше вещание. Люди хотят слушать чувашскую речь. Люди хотят слушать о том, как живут у нас в республике наши же соплеменники, наши же уроженцы чувашской республики, может быть, там в Башкирии, в Москве. Мы сегодня поставили перед собой такую цель. Мы должны рассказать только о наших людях, только о наших событиях, рассказать о нашей культуре, о нашей поэзии, о нашей литературе, о нашей истории. То есть все, что связано с нами, с нашими людьми, с людьми, которые проживают за пределами республики, это наши соплеменники, и с людьми, которые проживают у нас в республике. Почему мы вещаем и параллельно на русском языке? Есть несколько проблем. Мы хотим рассказать о себе и русскоязычному населению, о чувашской истории. То есть наша история, она богата, видите ли, наша культура какая она? Вот такая обширная, масштабная культура. Вот почему они не должны знать эту культуру, эту историю? То есть хотят, хотят историю знать, о чувашской истории. Начиная с гуннов до наших времен, мы рассказываем о чувашской истории. Там болгарская цивилизация, чувашская цивилизация, гуннская цивилизация и так далее. Олег Иванович, давайте вернемся к празднованию. Я знаю, что 25 апреля день в день у вас будет какое-то праздничное мероприятие. Да, 25 апреля, в день чувашского языка, в день рождения нашего патриарха, великого патриарха, великого человека Ивана Яковлевича, мы именно решили праздновать пятилетие Национального радио. Состоится праздник в ДК Хузангая в 5 часов. Сначала будем писать диктант, тотальный диктант на чувашском языке в эфире Национального радио, всем миром будем писать. Потом выходим на митинг, на празднование Дня чувашского языка, к памятнику Яковлева. Потом уже всей гурьбой, всем народом отправляемся в ДК Хузангая, в Дом культуры Хузангая. Там будем праздновать всем миром. Ну, я думаю, что тем, кто не попадет на праздник 25 апреля в ДК Хузангая, не стоит переживать, потому что Национальное телевидение будет вести запись этого мероприятия. И в ближайшие дни мы сможем его показать для всех, кто хотел бы вместе с Национальным радио отметить его небольшой юбилей. Да, и тем более, вот эта неделя у нас эфир посвящен именно пятилетию Национального радио и Дню Чувашского языка. Неделю Чувашского языка. Спасибо большое, Олег Иванович, что пришли к нам в гости. Напомню, что сегодня у нас в студии был начальник продюсерского центра Национального радио Олег Прокопьев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова